Друзья, все вокруг колосится, плодоносит и поспела вишня. Сегодня будем с вами делать вишневку. Поехали! Это Самогон ТВ, с вами Алексей. На этом канале мы делаем такие напитки, чтобы ваши друзья попросили бутылочку в подарок. Сегодня мы делаем вишневку. Мы берем вишню с вами и делаем из нее вкусный, алкогольный, чуть не сказал слабо алкогольный, алкогольный напиток, который любим не только мужчинами, но и в первую очередь женщинами. Что нам для этого нужно? У меня 40-градусный Самогон. Конечно, ягода заберет достаточно много процентов спиртуозности и мед, который тоже мы положим. Поэтому смотрите, возможно, вам нужно будет 45 градусов сделать, если вы любите покрепче. Просто я разбавил уже до 40 весь Самогон, и вот у меня осталось для настоек такое небольшое количество, полтора литра Самогона. Поэтому я буду делать на нем. Поверну баночку вам, чтобы было вам видно, что мы делаем. Открываю супер плотную крышку. Хорошо для хранения, но сейчас не очень. И чтобы у нас все ягоды, предварительно помытые ягоды вишни, без больных ягод, сюда поместились, что я делаю. Я беру вот такой вот расширитель горлышка банки, очень рекомендую вам, и аккуратно, без каких-либо проблем, все ягоды отправляю в нашу вишневку. Можно на самом деле и больше ягод сделать, то есть фактически засыпать в вашу емкость ягодами, если вишни много, и дальше залить самогоном покрепче, чтобы он взял. Есть и другие рецепты, смотрите их в описании. Там есть и подвяленые, на солнце, или в духовке вишня. Есть вишня без косточек, когда мы вытаскиваем все косточки. То есть все совершенно по-разному. И везде практически применяется сахар. Я не очень фанат сахара, потому что у меня вот есть свой мед из спасики моего дяди, поэтому я вот таким образом сюда заливаю этот мед. И сейчас нам уже этот расширитель не нужен. Можем убрать. И даже вот так вот еще и помешаю, чтобы он лучше разошелся. Потому что вишня, конечно, подмосковная не супер сладкая. Это не черешня какая-нибудь, да, где один сахар практически. Поэтому меда я положил от души. Практически, если считать, граненый стакан, то есть 250 грамм, хотя в рецептах говорят и полкило сахара сыпьте, да, для того, чтобы было вкусно. Но я не фанат, честно вам скажу, сладких напитков, поэтому вот так делаем. Что делаем теперь? Закрываем и по нашей традиции даем хороший старт нашей настойки. Теперь я вот эту настойку убираю на 15 дней, на 2 недели с хвостиком. Убираю в темное прохладное место. И через 2 недели мы с вами посмотрим, что будет с этой настойкой. И продегустируем. А вы не теряйте времени, сейчас ставьте свои настойки, пока вишня доступна. Если у вас нет своей вишни, на своем участке дачном, в своем саду, то идите на рынок, смело покупайте именно подмосковную вишню. Смотрите бабушек у метро. Или где-то на остановках общественного транспорта. Кто продает вишню, пробуйте ее и, соответственно, делайте настойку, пока у нас идет сезон. А в следующем видео мы обязательно с вами попробуем ее и поделимся впечатлениями. Вы своими настойками, а я вот этой вот вишневкой. Еще несколько рецептов я размещу в описании внизу. Друзья, ура! Наша вишневка почти готова. Конечно, у нее еще впереди отдых. Но мы сегодня уже с вами сделаем фильтрацию и попробуем первый результат. Здесь у меня есть специально для этого рюмочка. Здесь есть пакетик наш традиционный. Вот, я ее не взбалтал специально. Аккуратненько, что сейчас можно будет сначала открыть эту крышку и аккуратненько фильтрануть чуть-чуть. одну бутылочку. Так, пока у нас это все фильтруется, мы не будем с вами терять времени. По нашей традиции аккуратно подсекаем. Вот, а это, чтобы вам было лучше видно, я отсюда поставлю. Вот такой у нас получился цвет. Смотрите. Как-то мне кажется бледноватый. Может, мы рано снимаем, но вишня-то уже побелела почти. Вот. Легкий вишневый аромат. Такой не сладкий, но приятный. Вот прям такая сочная вишня. Непритерная. Давайте попробуем. Ммм, ребята. Слушайте, вкуснота. Просто вишня-вишня-вишня. В конце немножко спирта, который уйдет у нас после того, как она отдохнет. И смотрите, цвет на самом деле тоже. Сейчас, когда будет полная бутылка, цвет тоже будет очень хороший. Такая вязкость сначала вишневая. Слушайте, обалденно. Я очень доволен. Сейчас закончу снимать это видео. Разолью по бутылочкам, уберу в архив. И это будет супер напиток для как аперитивчик. А можно на самом деле и вишневочку в конце на ход ноги. Тоже как диджи-стивчик такой. Применить. Но я думаю, что дама будет просто в восторге. Потому что она супер мягкая. Классная, сочная. Вишня сейчас раскроется еще через 7-14 дней. Поэтому делайте вишневку обязательно. Как только есть урожай. И даже если у вас просто замороженная вишня. Аккуратно размораживайте немножечко и вперед. Это Самогон ТВ. С вами был Алексей. На этом канале мы делаем такие напитки, чтобы ваши друзья попросили бутылочку в подарок. И вот эту бутылочку точно я бы сам попросил в подарок, если у кого-нибудь попробовал. Это очень достойная настойка. Подписывайтесь на канал, пересылайте своим друзьям, ставьте обязательно лайки. И жду ваши комментарии внизу под этим видео. Все, что вы думаете. Какие рецепты вишневки вы еще знаете, оригинальные пишите. Какие ваши любимые настойки. Быть добру. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok